Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Аиша Ахмедова, и сегодня мы будем говорить с человеком, который является примером для миллионов людей, который знает, как преодолевать любые преграды, добиваться поставленных целей, обладателем самого престижного титула в мире, поясом чемпионов UFC в смешанных единоборствах, Хабибом Нурмагомедовым. Здравствуйте, Хабиб! Здравствуйте! Мы ждали вас на форуме Coral Club, но, к сожалению, вы будете в другой стране. Да, я буду в Канаде, в этот день дерется мой друг, Ислам, и я улетаю туда за неделю до его боя, буду там находиться. А зато сейчас у нас есть прекрасная возможность расспросить тебя о твоих мечтах, спортивных достижениях и твоих планах. План у меня сейчас в скором времени заполучить бой с кем-нибудь. Честно говоря, я уже звонил, спрашиваю UFC, говорю, они говорят, мы работаем над этим. Заполучить бой, до конца года подраться, защитить свой титул. Это ближайшие планы. А в мечтах, честно говоря, если так можно выразиться, да, такая мини-мечта у меня была, если можно ее мини-мечтой назвать, стать чемпионом UFC. Я это сделал. Сейчас я просто хочу защитить пояс и продолжать развиваться как боец и защитить свой пояс. Как ты стал таким успешным в спорте? И что этому способствовало? Ну, просто я это делаю всю жизнь. Сколько я себя помню, сколько я тренируюсь там. С 4-5 лет. И с детства у меня дома был спортзал, точнее у отца, так скажем. И с детства занимался с отцом, тренировался и выступал по разным видам спорта. И вот именно то, что я выступал по вольной борьбе, по дзюдо, по боевому сэмбо, это все в совокупности. Это и получаются смешанные единоборства. Это мне помогло достичь успеха именно в смешанных единоборствах в UFC. То, что я выступал в разных видах спорта, я выступал очень много, среди любителей выступал много. А когда уже перешел среди профессионалов выступать, я уже был готов к этому. Был психологически готов, был физически готов. Я считаю, что соревнования, опыт, который я получал с детства, я думаю, это и помогло мне достичь успеха. Твои достижения в таком молодом возрасте не перестают удивлять. Множество молодых людей хотят быть похожими на тебя. А кто является для тебя примером? Я бы не сказал, что у меня уже не молодой возраст. Может, для спорта это и молодой, 29 лет. Но я считаю, что когда ты проводишь с детства столько времени в зале, то это уже серьезный возраст. Для меня с детства я, конечно, были, на кого я равнялся. Это тот же, например, возьмем Федора Милянки. Я смотрел бои Майка Тайсона. Я также увлекаюсь и футболом. С детства смотрю, слежу за всеми чемпионатами, за всеми большими чемпионатами. Как чемпионат Европы, чемпионат мира, лига чемпионов. Все чемпионаты там за английская, итальянская, испанская лига, немецкая, французская. Я, скажем, и футбол, я такой, можно сказать, мини-знаток. Так что всегда наблюдал, смотрел за успешными людьми, старался быть похожими на них. И просто было интересно вообще человек, когда достигает какого-то успеха, знать его историю вообще, как он к этому пришел, что он для этого делал. Потому что в мире есть очень много спортсменов, так скажем, атлетов, да, которые, например, не уступают ничем тем же чемпионам, которые выступают. А вот почему-то вот другие люди чемпионами становятся. И вот всегда для меня было интересно знать, что за ним стоит вообще, как он к этому пришел. Для меня это всегда было интересно. И сейчас я сталкиваюсь с тем же, на своем примере очень много людей у меня бывает, задают вопросы там, так далее. Я просто стараюсь отвечать, ну, говорю, как есть. Я, например, если взять смешанные единоборства, у нас там и борются, и бьют, и в партере борются, да, так скажем. Если по отдельности каждый вид спорта взять, я не сказал бы, что я там самый сильный в ударке, или самый сильный в борьбе, или там еще где-то. Но когда в совокупности это все получается, я стал чемпионом, да. И задаешься вопросом, почему, как это. Ну, я считаю, что это от целеустремленности человека, насколько он этого хочет. Бывают моменты, когда приходит время, там что-то делает, а кто-то откладывает. А человек, который не откладывает, да, на завтра, делает ее тот же день, там, я не знаю, многие бывают, там, я с понедельника начну, или там, я завтра начну. Люди, которые в тот же час, в то же время, вот, он задумал какую-то мечту, да, есть у него мечта. Когда он начинает стремиться к ней, несмотря ни на что, он приходит к этому. Ты часто говоришь о детстве. Каким оно было? Сперва я жил в селении. Шесть классов я окончил в селении, и после шести классов я переехал. Точнее, мы с семьей, все отец, там, семья, все братья, мы переехали в Махачкаву. Ну, детство какое-нибудь. Много тренировались, много, так скажем, дрались. На улице, так скажем, прошло детство. Почему? Потому что, ну, раньше не было там айпадов, айфонов. И вообще за компьютер, чтобы сесть, я не знаю, это было такое счастье, да, так скажем. И то садились, там, поиграть полчаса, час, там, неделю, если два-три раза на компьютер попадешь, это нормальное счастье было. Мне это знакомо. А сейчас уже, как вы видите, с утра до вечера у детей телефоны на руках, и что, детство по-другому проходит. Ну, слава богу, что у меня такого детства не было. Скажи, Хабиб, а вот сильным духом рождаются или таким можно стать? Можно стать, многие рождаются тоже, ну, и можно стать, я вот, например, ну, вот, это, наверное, было 2005, наверное, или 2004 год. Я когда первый раз услышал это выражение Юлия Цезаря, когда он говорит, что лишь дисциплина и упражнения ведут к храбрости. Ну, я на тот момент, я это не знал. Мы играли, там, игру, стратегию, и там постоянно выходили, там, великие цитаты, там, великих людей. И вот, вот эта цитата мне запомнилась. Просто на тот момент я это не понимал, как может дисциплина и упражнения к храбрости привести, да. Может, тогда я мыслил по-другому. Ну, сейчас я понимаю, что, ну, он был прав. Потому что дисциплина – это ключ упражнения, это тоже ключ, считаю, что без вот этих двух вещей, ну, дисциплина – это когда ты, вот, ты делаешь все по режиму, а упражнения, а без упражнения ты не сможешь стать чемпионом. Так что я с ним согласен. Если я, там, не знаю, если не соглашался с ним 15 лет назад, ну, сейчас я с ним полностью согласен. А насчет того, что рождаются, да, это тоже есть… Бывают люди, да, там, кому-то ударить человека – это очень большое дело, да. А кто-то рождается с этим, ему нет проблем ударить человека. Там, я не знаю, кто-то склонен к математике, а кто-то склонен к вольной борьбе. Так что люди разные бывают, все одинаково не бывают. И то, что вы говорите, то, что рождается, с этим тоже я согласен. Я считаю, что у меня оба, обе стороны. У меня с отцовской стороны, с материнской стороны были все спортсменами, так что у меня в жилах течет эта кровь, которая, ну, способна к тяжелому труду. А насчет того, чтобы встать по жизни, это тоже я приобрел, потому что я всю жизнь тренируюсь. А у меня отец тренер, и я себя вообще, ну, нашел в зале, как отец, ну, рассказывает, говорит. Я вообще начал ходить на ковре. Так что мне с обоих сторон повезло. А есть ли в твоем окружении люди, которых ты вдохновляешь, даешь им веру в себя, что ты при этом им говоришь? Основно, наверное, младшие братья. Ну, что мне им говорят? Я им говорю, что они, когда мне начинают отговорки говорить, там, придумал отречение, там, и так далее, я говорю, нету причин. Если бы у тебя было бы желание, ты это сделал бы, нету причин. Когда ты сам показываешь на своем примере, что можно вот так делать, а потом, когда тебе люди говорят, что, ну, как это сделать, ты говоришь, ну, вот же, я же сделал, или там еще другой кто-то сделал. Вот, стараюсь приводить пример, и тогда уже человек и понятливый будет. Но, смотря на вашего отца, я вижу вот эту силу, вот эту, и то, что он в вас вложил, это как трамплин, который помог вам с вашими данными исходными. Да, просто у отца была вот эта дисциплина, когда он говорил, что-то сделал, я, например, не знал, или, ну, я знал, что он не поймет, если я ему скажу, что я не смогу, или что я не сделаю. Там просто не было причин. Я просто, когда вижу детей, да, некоторые бывают, там, родителям, когда говорят, я там, я это хочу, я это не хочу, там, я это могу или не могу, там, я, честно говоря, чуть-чуть с недопониманием отношусь. В первую очередь, это вина родителей. Все зависит от того, как вы воспитаете своих детей. Ну, я, например, ну, не представляю себе, что, когда отец мне что-то говорил, что я мог сказать, там, не хочу или не могу. Для меня это было, не знаю, законом. Не потому, что там отец был слишком строгий или еще что-то, он просто сам на себе показывал, личный пример мне показывал, говорил, что вот так вот так надо делать. Отговорок не было, там. Или ты делаешь ее, первый вариант, и второй вариант тоже точно такой же, или ты ее делаешь, там, другого варианта нет, там, можешь сделать или не можешь. Когда к тебе пришел твой первый успех в спорте? Это молодежный чемпионат Дагестана был по боевому сомбо. Тогда я занял первое место, я помню, что в единоборствах это было мое первое место, которое я занял. Я получил 2000 рублей, это для меня были нормальные деньги, я не знал, что с ними сделать. На следующий день у меня нога чуть болела, рука болела, но от радости я на следующий день пошел на тренировку утром. Я уже не мог дождаться следующих соревнований, у меня они должны были быть через полтора месяца. У меня нога болела, я помню, я нормально бегать не мог, рука болела, ничего не мог делать, но я пошел на тренировку и тренировался, я помню. Потому что я знал, что мне есть над чем работать, я знал, что я молодой, мне надо расти, я знал, что есть сильнее меня ребята. И знал ключ к успеху, это чем больше ты тренируешься, тем лучше ты становишься. Есть сотни ребят по всему миру, например, точно такие же, как и ты, которые преследуют те же цели, что и ты. Так что сидеть и мечтать – это одно, а надо действовать. Старался не пропускать тренировки. В спорте, как и в бизнесе, и в любом деле бывают переломные моменты. Ты сейчас титулованный спортсмен, ты перенес множество травм, ты длительный период не выступал. Как ты преодолевал эти преграды? Ну, на тот момент, конечно, было тяжело. Почему? Потому что они травмы были, друг за другом шли. И травмы не были такие, которые получил травму, через месяц ты можешь тренироваться. Травмы были такие, что делали операции, на восстановление уходило минимум полгода. Когда крестообразный импорол, я вообще на год выбил. Потом вернулся заново, я порвал мениск на том же колене, и еще одна месяца в семь-восемь. Потом сломал ребра, потом сделал операцию на спину. Ну, такие операции были. Ну, не знаю. Я просто знал, что столько всего прошел, да, здесь столько делал, и бах, здесь пару травм не должны меня останавливать. Много общался с отцом, дискуссировали на эту тему, как, что, как дальше двигаться. Мы, конечно, начали больше уделять время на восстановление организма. Если до этого мы всегда тренировались беспрерывно, здесь уже надо было где-то отдохнуть телу, потому что организм тоже должен отдыхать. И где-то восстановиться, где-то реабилитироваться, и где-то дать чуть-чуть время. Я вообще самому организму соскучился, да. Честно говоря, такой опыт на своем теле прошел. Конечно, в психологическом плане было очень тяжело. Почему было тяжело? Я помню, когда в 2014 году это было, с Дусанесом бой провел, выиграл бой, я после этого получил травмы. Порвал крестообразные связки и выбил на год. А Дусанес после этого выиграл пару боев и стал чемпионом, да. Я вижу, ну, человека, которого я выиграл во всех аспектах, да, он там, не знаю, разносит и становится чемпионом UFC. А я здесь лежу с травмой, да. Было тяжело, и про себя думал, нормально все будет. Буду тренироваться, буду восстанавливаться, вернемся и заберем этот титул. Был такой момент, когда тебе хотелось все бросить? Да, был такой момент тоже. Думал, может, это знак от Всевышнего, что надо, ну, уже оставить там, не знаю, уже столько лет занимаюсь. Это где-то 15 год конец был. Ну, с отцом пообщались. Это было, когда я сломал ребра. Это уже, черт, и травма была большая. Что говорил отец? Отец говорил, что, ну, ну, не надо быть человеком, который, ну, сломался, да, по пути к успеху. Ну, нужно просто преодолеть, ну, сколько там еще идет? Ну, идет у тебя год. Вернешься через год, в чем проблема? Ну, отец, у отца свое мышление, да. В некоторых моментах я его не понимал, не догонял, да, так скажем. Ну, просто за то, что он отец, он желает мне только хорошего, я просто, если даже я не видел, например, в его словах, да, для себя, например, но мы разные люди. Он отец, я сын, мы не можем всегда мыслить одинаково. По-любому бывают разные взгляды. Я просто слепо делал то, что отец говорит, потому что я знал, что он со стороны видит лучше, он, как отец, желает лучше для меня, так что, ну, мне надо просто продолжать идти. И так и получилось. Как ты ставишь себе цель и выстраиваешь этот путь? Ну, разные бывают цели. До сих пор у меня цели в спорте, да, так скажем. Ну, когда мне бой назначат, когда я знаю, что когда я буду примерно драться, мы уже резко выстраиваем план. Там, сколько-то недель здесь тренируемся, там, я не знаю, месяц-полтора здесь, два-два с половиной там, где проведем сборы. Там, первый этап сбор может пройти в горах, второй этап в городе, третий этап я могу вылететь в Америку. Ну, по-разному будет. Это зависит, где пройдет бой. В зависимости от того, где пройдет бой и какой будет соперник, какой будет план на бой. Ну, от этого очень многое зависит. По данным Всемирной организации здравоохранения, 60% здоровья человека зависит от его образа жизни. Что в твоем понимании здорового образа жизни? Ну, вообще доказано, что 80% болезней – это от переедания. Я считаю, что в моем понимании здоровый образ жизни – это тренироваться два раза в день и не переедать, так скажем. Это в моем понимании. А понимание того, что, например, то, что мы гоняем весь, диета там и так далее, это точно не здоровье. Потому что, когда ты гоняешь по 15 килограмм, это не здоровье. И вообще профессиональные спортсмены, атлеты, как правило, они в основном бывают инвалидами, так скажем. Любого атлета вы можете спросить, ранее нет, будет он футболист, боксер, боец, ММА или там еще кто-то человек, который достиг успеха, который провел в этом спорте более 20 лет. Я считаю, что вы можете с любым пообщаться, он вам столько операций покажет, столько переломов покажет, что вы подумаете. Он же вроде бы спортсмен, а ему надо инвалидное пособие выписывать, так скажем. Ты большое внимание уделяешь питание. Что входит в твоей ежедневной рационе? Ну, стараюсь завтракать, обедать хорошо, а вот ночью стараюсь не кушать сильно. Потому что ночью, когда ты на полный желудок ложишься спать, это на организм нагрузка, организм, который должен ночью отдыхать, он не отдыхает. Если даже ты спишь, то организм уже нужно перерабатывать то, что у тебя в животе. Так что стараюсь ночью не переедать. А днем, когда ты утром и обедом, ты кушаешь там целый день, ты там по делам ходишь там и так далее. Вечерняя тренировка еще впереди, она еще сможет перевалиться. А вот ночью, перед сном, когда ты переедаешь, это очень плохо. Твоя популярность растет с каждым днем. В интервью журнала Forbes ты сказал, что очень много предложений поступает тебе коммерческих, но некоторые ты отклоняешь. С чем это связано, с твоими ценностями? Я бы сказал, что не некоторые, а процентов, наверное, 60. Потому что сейчас с спортом что связано? Это пиво. У нас никогда не разрешалось пиво на стадионах. На чемпионате мира у нас все пьют пиво. Потому что это большие деньги. То, что не решает деньги, решает большие деньги. Я считаю, что это неправильно. Это мое мнение. Много предложений будет от пива. Я говорю, вы что, с ума сошли, что ли? Как понятно? Ну, мало ли, мы хотели обратиться. Все, я говорю, вы обратились. Не туда обратились. Букмекерские конторы. Потому что спорт и букмекерские конторы, это очень тесно связано. И очень много предложений поступает. У тебя такой график. Ты тренируешься два раза в день. Бывает ли у тебя свободное время? И чему ты посвящаешь? Да, конечно, бывает. Кто-то меня где-то в городе увидит, удивляется, а что ты здесь делаешь? Ничего не делай. То же самое, что и ты в город вышел. Такое тоже бывает. Но раньше больше бывало. Раньше, честно говоря, и сейчас, когда даже бывает свободное время, особо я не хочу так прогуливаться, выходить. Провожу дома время с семьей или там поеду в селение. Чуть-чуть по-другому начал время тратить, так скажем. Может, это влияет тоже популярность. Когда ты выходишь в город, и когда тебе задают 100 одинаковых вопросов, когда у тебя следующий бой и так далее. Ну, просто пример возьмем, да. Она нравится вначале, а потом со временем ты думаешь, ну, уже, ты уже не знаешь, что ему отвечать. Уже устаешь. Там, если, например, встретишь там в день 100 человек, да, каждый задаст тебе по 3-4 вопроса. Это уже нормально вопросы накапливаются. И 50%, когда все одинаковые, от этого устаешь. Каждому человеку нужна мотивация. Что тебя мотивирует? Последнее время я ловлю себя на мысли, что меня мотивирует, что у меня очень много болельщиков. Меня это мотивирует. Просто куда бы я ни сходил. Вот, например, в Дагестане я вот не встречаю человека, который мимо меня пройдет. Ранить нету, это будет бабушка или ребенок. Вот после боя за поезд, это вообще сильно. Я заметил, вообще никак не пройдет. Вот, например... А ты входишь по городу? У меня... Ну, да. А что, я же должен куда-то ехать, я не знаю, я же тоже человек, я же не заключенный. Я же тоже... У меня тоже есть потребности там и так далее. Вот, например, у меня был случай... Это было... После того, как я тогда попал в больницу, бой не состоялся, приехал. Утром встал на зарядку, иду. Никого вообще нет. Вообще утро, я не знаю, там, по-моему, пять или шесть, или пол шестого, что-либо. Никого на улице нету, и старая бабушка, там, улицы чистила, там, ну, убиралась, веником стоит, и она меня увидела. Ну, и, наверное, лет семьдесят было. И она мне говорит, подожди, сынок, подожди, вот этот весь, то, что ты гонял, вот ее нельзя заранее гонять. Я такой про... На нее смотрю. Я говорю, бабушка, ты хоть откуда это все знаешь? Как понять? Я говорю, вот у меня внук следит, я вместе с ним перед компьютером сижу, говорит, и смотрю все твои интервью, все твои бои в Ютубе, все, что про тебя связано, я все смотрю. И один вопрос задал. Я ей так ответил, а у нее еще вопрос, еще вопрос. И я вот с ней стою, там, минут 15-20, и у нее столько вопросов. Ну, я постарался, все. У меня время тоже было, никого тоже не было, там, на улице. Я говорю, бабушка, мне на тренировку надо. Если я сейчас не буду тренироваться, вы же не хотите, чтобы меня побили. Она говорит, не, 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 все, иди. На этой почве я от нее отвязался, так скажем. Каждый бой – это вызов и риск. Скажи, как ты преодолеваешь и как борешься с волнением? Волнение, оно всегда присутствует. Можете представить, когда столько людей следят, столько людей ждут твоего боя, как понятно, ты не волнуешься. Я, когда читаю, слушаю интервью многих бойцов, когда некоторые начинают, говорят, я вообще там не волнуюсь. Я считаю, что они врут. Такого не бывает, это невозможно. Все волнуются. Я тоже волнуюсь. Но чемпионы становятся те, кто могут это преодолеть. У меня бывает такое, что, ну, я сам себе задаю вопрос, сегодня ты выйдешь, например, в клетку выходишь, что тебя там ждет? Тебя ждет соперник, такой же, как и ты тренируется, вот вступает, такой же опытный, один из лучших в мире бойцов. Так что тебя там ничего хорошего не ждет. Тебе нужно настроиться, насколько ты настроишься, насколько ты будешь хладнокровен, спокоен, делать свое дело, настолько ты успешно это сделаешь. Если ты перегоришь, так скажем, до выхода, а я знаю, у меня просто много случаев было, даже люди, которых я, например, секундировал там и так далее, заранее смотришь на него и видишь, что он сильно горит. Когда они мои близкие, я им стараюсь объяснять, говорить так, вот так, вот так, там проводить какие-то примеры и говорить ему, что ему нужно делать, ну, делюсь своим опытом. Некоторым помогает, некоторым нет. Я считаю, что для этого нужен опыт. Когда ты один раз выходишь, два раза выходишь, три раза выходишь, и когда ты выходишь, там, больше 20 раз, уже 25-26 раз выходишь, у тебя уже определенный опыт складывается, и ты можешь себя настраивать. а некоторые бывают, когда, ну, основном, это на начальном этапе, не могут это контролировать. Вот он пришел в раздевалку, вот два часа он делает разминку, два часа он бегает, там, не останавливается, ты ему говоришь, успокойся, тебе там тоже надо. Это от волнения. Это от волнения. Он просто не контролирует, он думает, что он правильно делает. Он просто не контролирует. Для этого нужны тренера, для этого нужны спарринг-партнеры, друзья рядом, люди, которые тебя знают, которые в нужный момент, нужное слово скажут, они нужны всегда рядом. Вот, например, когда я дрался с Барбозой, я вообще был спокоен. Я даже, ну, например, последний бой я так спокоен не был, как, например, с Барбозой. Хотя Барбоза очень опасный соперник. Очень много боев выиграл нокаутами в первых раундах и ну, один из самых ярких ударников за всю историю UFC. Ну, я не знаю, почему я был так сильно спокоен. Даже мне Хавир Мендес, тренер говорил, что, ну, он мне перед боем говорит, мне не нравится, ну, в других боях ты так не был. Я говорю, все нормально. Я говорю, я себя очень хорошо себя чувствую. Это было возвращение мое после операции, после того, как я попал в больницу там и так далее. Я считаю, что это все след моего настроя, насколько сильно я был настроен. Я очень сильно был настроен вернуться. Я сделал вес, восстановился. Я просто им говорил, там, которые секундировали мне братья, друзья. Я им просто говорил, просто наблюдайте, говорю. И все. Я говорю, они говорят, нам не нравится, что ты так сильно вывел. Я говорю, конечно, он уверен, о чем не говорю. Не уверен, туда зачем заходить. Я знаю, что он сильный соперник, я знаю, что он достойный соперник. Я говорю, просто наблюдайте, и все. Они смеялись там. Потом, после боя, они мне говорили, они такие злые на меня были. Он такие вещи никогда не говорил. Но я это не на камеру говорил, а им говорил. Я говорю, я когда туда зайду, просто наблюдайте, и все. И так и получилось. Я когда туда зашел, меня ударил пару раз, там, ногой, рукой, так, попал. Я хотел, чтобы он попал по мне, но так почувствовать хотел. Ну, я же близко же соперникам. Там, некоторые моменты, ну, камеры тоже не берут. Я ему говорю, ну, и все, что ли, я говорю. Ну, общался с ним, разговаривал. Я знал, что это психологически влияет на соперника. Потому что, ну, бои, это физика, это одно, твои физические данные. А психологическая составляющая, она на первом месте. Он меня пару раз ударил изо всех сил. Я знал, что это его лучший удар. Я ему говорю, и это все, что ты будешь делать? Я не знаю, я его спрашивал, общался с ним. И все, я увидел, что вот, психологически он переломался. Он видит, он меня изо всех сил бьет. Я на него иду, пру, практически бежал на него. Ну, в таком, самый лучший мой бой был в психологическом плане. Вообще, это мое мнение, лично, которое сложилось. Может быть, кто-то не будет согласен со мной. Может быть, я считаю, что выносливость – это психология. Насколько ты психологически устойчив, настолько ты будешь вынослив. Например, когда я дерусь, я когда выхожу в клетку, я вообще никогда не думаю об усталости. В психологическом плане я бываю уверен в себе. Я знаю, что там, где я устану, точно устанет соперник, потому что, ну, я утром-вечером тренируюсь, как я могу устать. Если я устаю, зачем я вообще должен в этом виде спорта находиться. Я общаюсь со многими спортсменами, там, бывает, интересуется, спрашивают меня. Вот я, например, там, после первого раунда устаю, после второго устаю, или там. Это все зависит от психологии, насколько ты уравновешен перед боем. И, конечно же, от подготовки тоже. Если ты все сделал правильно, все сделал по плану, по расписанию, выполнил там все раунды, которые ты должен был выполнить, там, в спаррингах, там, и так далее. Все сделал правильно, сгонял вес, правильно восстановился. А прямо перед выходом ты просто не даешь своему организму расслабиться, и выходишь напряженный на бой, и считаешь, что все, что ты сделал, все на свалку, так скажем. А если ты будешь психологически уравновешен, сможешь себя настроить, то ты сможешь весь вечер тоже подраться. Также у нас есть допинг-контроль, очень жесткий допинг-контроль. Меня проверяли уже 21 раз с 2015 года, как ЮСАДА пришла. Не знаю, может, они смотрят на мой рекорд и думают, здесь что-то не то, надо его больше проверять. Ко мне в Дагестан приезжали 6 раз, не считая того, что сколько раз меня в Москве проверяли, сколько раз меня в Америке проверяли. И вообще последний бой меня проверили, я помню, за неделю до боя с первого К проверили в Калифорнии, потом я прилетел прямо перед боем, проверили, потом после боя проверили. Постоянно эти агенты ЮСАДА за мной ходят. пока что они кроме свежего воздуха в Дагестане ничего не нашли. А твоих соперников также проверяют? Или вот к тебе такой интенсивный? Соперников тоже проверяют. Но я считаю, что это правильно. Не то, что меня там много проверяют, правильно. Вообще, то, что спорт должен быть чистым без допингов, потому что человек на допинге и человек не на допинге, это разные вещи. по-любому. И особенно, когда ты, ну, например, принял ты допинг и ты играешь в футбол, это одно. А принял ты допинг и ты выступаешь в клетке против такого же атлета, как и ты, и ты, ну, калечишь его, это уже другое. Я считаю, что это надо наказывать. Не просто там годами там дисквалификации, вообще надо таких людей сажать, я считаю. Если ты выходишь калечить людей под допингом, знаешь, что у тебя ты этим делаешь себе преимущество, это одно и то же там. Ну, не одно и то же, почти одно и то же, например, там. Это как вооружение. Да, кто-то с пистолетом, а кто-то с ножом, да, когда контрстрайк играет. Если на ножах договорились, надо на ножах. Так что, мне очень нравится, когда Юсада пришла, я не думал, что настолько жестко будет. Ну, пришла, пришла Юсада, да, мне нравилось. А вот, когда они начали жестко проверять и очень много чемпионов поменялось, потому что 90% чемпионов поменялось. А если до этого, они, чемпион приходил и всегда на троне оставался пару лет, как правило, всегда так было. А здесь с каждым боем менялись. и я считаю, что это след того, что начали проверять на допинге. Как обычному человеку оставаться в хорошей форме? Что ты посоветуешь? Тренироваться, режим не портит. Когда режим портится, честно сказать, бывает ленивость, бывает сонливость, ничего не хочется делать, когда у тебя нету режима, ты не тренируешься, не знаю, до утра кушаешь, вот тогда и портится все. Иногда я себе позволяю такое. Почему? Потому что всегда в одном, так скажем, форме держаться тоже очень тяжело будет. Иногда нужно отдать организму чуть соскучиться, чтобы организм тоже должен отдыхать. Когда ты в психологическом плане отдохнул, соскучился, пришел в зал и тоже другое будет. А ты, я не знаю, прошел три месяца тяжелой подготовки, такую сгонку прошел, подрался, приехал и ты сразу начинаешь тренироваться с той же нагрузкой, то это практически невозможно. Ты сейчас знаменитый спортсмен, чемпион и я вижу тебя абсолютно чемпионом. Какой след ты хочешь оставить в истории? Я думаю, что вообще ни один мужчина не хочет проигрывать. Это не только в спорте это связано, это все вышло, то, что заложил в нас. Мужина это лидер, так скажем, он не хочет где-то быть вторым или третьим или пятым номером, он всегда хочет быть первым номером. А институт, если он инженер, он или врач, он во всех сферах спорт это будет. Так что я не хочу проигрывать. Конечно, это не зависит от меня. Какие-то моменты тоже зависят от нас, но это все от Всевышнего и как он захочет, так и будет, но в моих планах она точно не состоит. Я просто хочу остаться чемпионом, который пришел, выиграл, победил, защитил и остался непобежденным бойцом в этом виде спорта. это моя цель. А там впереди как бой только Всевышний знает. Я просто буду делать причины, буду тренироваться, также не отходя от своих принципов, так скажем, от тренировочного процесса, от своей дисциплины, постараюсь сделать все максимум, чтобы я остался в глазах болельщиков, в глазах моих близких чемпионов. И напоследок, я бы хотела, чтобы ты что-нибудь пожелал нашим участникам нашего форума. Без здоровья тебе все кажется серым, мутным и вообще ничего не надо без здоровья, так что в первую очередь пожелаю здоровья всем, следите за собой, следите за здоровьем. Наши люди привыкли, что они ходят в больницы, когда они болеют, когда болеют, не надо ходить в больницу, нужно заботиться о своем здоровье, когда вы здоровы, когда у вас полно сил, нужно проверяться, нужно следить за собой и самое главное, я считаю, что это здоровье, это жизнь, так что желаю всем здоровья, крепкого здоровья, всем, не только вам и вашим всем близким. Хабиб, я уверена, что твои слова сегодня станут ключом для многих к преодолению каких-то сложностей в жизни и вообще на пути к своим целям. Спасибо тебе огромное за то, что ты поделился с нами своими успехами, своими мечтами. Я от лица всей компании желаю тебе крепкого здоровья и быть таким же непобежденным Хабибом. Спасибо большое. Спасибо. за субтитры